Певица Диана Арбенина свой 40-й день рождения предпочла отпраздновать на киевской сцене. И сразу же начала с главного. Извинилась за тех, кто её об этом не просил. Меня никто об этом не просил, но мне кажется, что это очень правильно будет перед лицом Всевышнего попросить прощения за своих коллег, за тех людей, которые играют в Розен-Рок, и которые почему-то вас до сих пор не ободержали в страшное для Украины время. В это же время, 3 июля, сразу несколько посёлков и жилых кварталов сравняли с землёй украинские каратели. Ожесточённые бои унесли жизни десятка человек. Но об этом на концерте речи не шло. После публичных извинений у солистки группы «Ночные снайперы» появились все шансы войти в президентский клуб, как одной из штатных певиц новой киевской элиты. Теперь Арбенина на расхват. Её гастроли запланированы по всей Украине. На удивлённые комментарии прежних поклонников певица предпочитает не отвечать. Есть какие-то певички, которые говорят, мы хотим жить в Киеве. Это искренне нормальные люди. Человек имеет право сходить с ума. И человек имеет право становиться проституткой от бедствий и несчастья. Но становиться проституткой в ситуации, когда всё в порядке, просто хочется чуть-чуть больше денег, Мне этот выбор кажется чуть-чуть аморальным. Как выяснилось, у детей Арбениной уже есть гражданство США, так же, как и у их отца. А сама певица не раз говорила, что собирается сменить место жительства. Бывшие поклонники именно с этим связывают её решительные заявления. Ведь радикальная оппозиция помогает быстро получить заветный паспорт, как человеку, которого преследуют на родине. Многие так называемые звёзды, в том числе и звёзды музыки, рока, то есть те, кто занимается массовым искусством, да, то есть тот, у кого огромные аудитории, причём достаточно широкого диапазона возрастного, они, в том числе, являются объектом воздействия и внимания со стороны наших оппонентов, в том числе и спецслужб. Например, Арбенина, мы знаем, и, в принципе, у нас свободная страна, так сказать, мы живём где хотим, с кем хотим, на ком хотим, за кого хотим, выходим замуж, там, женимся и так далее, да, вот она вышла замуж за американца, ну, подвели к ней, там, американца, то есть ей промыли определённым образом мозг. Человек, который ведёт себя в Америке, да и в других, более демократичных, развитых странах, так как ведут себя, скажем, госпожа Арбенина в Москве, они просто, они жили бы прекрасно, но они просто не получили бы никаких концертов, не выступали бы перед своими знакомыми в аудитории, там, 50, максимум 100 человек. Это был бы потолок, на который они способны без всякой охоты за видимыми.